Традиционная весенняя ярмарка вакансий в Энергоуниверситете уже давно полюбилась и студентам, и работодателям. Для первых, это шанс выбрать вполне реальное место работы, а для вторых, отличная возможность пополнить ряды сотрудников. Поэтому в актовом зале КГУ с раннего утра буквально не протолкнуться. Сюда приехали представители 34 компаний практически со всей России. И все непременно хотят найти своего идеального сотрудника. В первую очередь в людях, которых мы принимаем на работу, мы ожидаем желания учиться, работать, позитивный настрой. В некоторых из наших подразделений также критическим является знание иностранных языков, в первую очередь английского. Амбициозных, целеустремленных, людей, которые готовы учиться новым, новым направлениям, новым, скажем так, инженерным делам. Инициативность, стрессоустойчивость, я могу это отметить тоже, рвение карьерному росту, то есть желание показать себя, желание продвигаться, развиваться и расти. Многие компании готовы даже воспитать и обучить идеальных сотрудников. Но для студентов это не главное. Их интересы более предсказуемые. К поиску и выбору места работы они подходят очень осторожно. Мне не нужна какая-то черная зарплата или нечто подобное. Мне обязательно нужна именно белая зарплата, именно официальное трудоустройство в трудовую книжку. Это самое важное, конечно. А так, ну, так как я еще студент, мне, наверное, нужна все-таки неполная занятость. Я думаю, чтобы мне главное нравилось. И если мне будет нравиться работа, то я буду там работать и вкладывать какие-то свои силы. То, что оно должно соответствовать, во-первых, профилю хотелось бы все-таки не зря учиться, и чтобы был карьерный рост. Наверное, материальная сторона тоже немаловажна. Если будут предлагать специальности, места, и где мы можем работать за малый оклад, наверное, мы, скорее всего, не согласимся. Вначале, конечно, можно, да, но как правильно заметила Лениза, что карьерный рост должен быть в перспективе. Ну, и, конечно, чтобы было поближе к дому. Кстати, в рамках ярмарки-вакансии студенты смогли еще получить консультации по трудовому законодательству и научили заполнять резюме. Александр Александров, Руслан Урозаев, Универньюс.